Добрый день, уважаемые друзья, гости моего канала, мои любимые подписчики. С вами я, Елена Викторовна, и сегодня я продолжаю читать одну из мантр из книги «365 мантр на каждый день» книга «Вашего личного счастья» и Анлы Ванзанд. 15 апреля. «Я готов признать, что не всегда в моей жизни преобладала предельная честность, и это не позволяло мне открыто смотреть в глаза людям. Хотя ложь – это явление очень порочное, мы нередко сталкиваемся с ней в своей жизни. Кто-то чаще, кто-то реже, кто-то врет сам, кто-то сталкивается с ложью других людей, близких или далеких. Некоторые люди говорят очень много неправды, другие грешат лишь слегка. Хорошие люди позволяют себе лишь немного невинной лжи. Плохие опускаются до ужасной злой лжи. Одни лгут просто ради забавы, вторые прибегают к этому отвратительному средству в попытках что-то доказывать. Бывает, что человек врет так много, что уже сам не помнит правды. Некоторые люди врут сами себе, некоторые – окружающим. Одни представители рода человеческого полагают, что немного лжи – это вполне нормально, а другие не соглашаются с такой точкой зрения. Вариантов может быть очень много, но как бы то ни было, ложь есть ложь. Неважно, кто ее говорит и почему, это все равно ложь. Иногда мы врем, чтобы защитить себя или пытаясь что-то скрыть. Многие врут, зная, что это будет задевать чьи-то чувства. Ложь – это признак страха, а также средство контроля. Например, утаивая или искажая правду, вы оказываете влияние на то, как кто-то может или будет себя вести. Как вы врете себе? Где вы врете в своей жизни? Чего боитесь? Кого пытаетесь контролировать? Вы говорите неправду, чтобы казаться окружающим лучше, чем есть на самом деле? Или чтобы защитить себя, полагая, что у вас нет выбора? Или не сходите до лжи в приступе гнева, чтобы добиться своего? Хорошей лжи не бывает, как, впрочем, и необходимости прибегать к ней. Любая произнесенная неправда чинит препятствие Святому Духу. До сегодняшнего дня вы могли полагать, что небольшой обман в полной мере сходит вам с рук. А может быть, даже не осознавали той небольшой лжи, которую преподнесли самому себе. Сегодня пообещайте себе говорить правду, всю правду, и ничего, кроме правды себе, о себе и окружающем. Также проанализируйте всю правду, которую вы говорили, и поинтересуйтесь у самого себя, чего вы хотели добиться этим. Не исключено, что под этой ложью обнаружится ценная информация, которая немало поможет вам в жизни, облегчит и, может быть, даже сильно изменит ее. Итак, сегодня я честно посмотрю на себя и свои извинения за всю неправду, которая была в моей жизни. Спасибо большое за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Предыдущие аудиозаписи я размещу в комментариях и помещу ссылку на свой плейлист. Всем спасибо. Всего вам самого доброго. С вами я, Елена Викторовна. Продолжение следует...